С Виктором Мартинесом, с Декстром Джексом. Паяцу тренируюсь до сих пор, потому что хит и катлер то ли да, то ли нет. Тот же Кай Грин то ли да, то ли нет. Стал я там вторым. Никто особо об этом не знает, почему-то не афишировалось. Может, у вас было двое? Раша приезжает, Раша, Раша Мэнт. Вот. А Раша Мэнт-то лучше. Извините, из России, в Штатах, ну как бы вот так. Это успех. Была цель выиграть, стал вторым. Пацан к успеху ушел, не подпортил. Ну, через пацан к успеху шел. Скрипнув, сталью открылась дверь, ты уйдешь, ты моя теперь. Как всегда, у меня немного отставали руки, это у меня пожизненно. Потому что синтол я туда ставить не могу. Из 19 заявленных спортсменов я становлюсь в 13-м на Мастерс Олимпии. Цель в десятку войти не удалась, но поучаствовать в Олимпии, даже в Мастерс. Причем я единственный из России, кто участвовал в этой, в принципе, в Мастерс Олимпии, не участвовал в России никто и никогда за всю историю его проведения. Друзья, минутку вашего внимания, музыкальная пауза. Мы открываем первый в мире спортивный маркетплейс. Называется он sportmarket.info. Первый маркетплейс в мире, который будет заниматься исключительными товарами для спорта. Начиная от тренажеров, вообще все, что касается слова спорт, будет на нашем маркетплейсе. Милости просим, приходите, регистрируйтесь, продавайте, зарабатывайте, становитесь миллионерами, как мы. Ребята, всем привет, железный мир приветствует вас. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек и собеседник, наш IFBB PRO. Как-то был момент в России, единственный чемпионат проводился мира по бодибилдингу. И тогда этот паренек, тогда с осиной талии, видимо, ел аратат калия, наверное, и метан тоже, получил карту IFBB PRO. Это, наверное, за всю историю России единственный человек, который вот здесь на локальном чемпионате тогда, в то время, получил карту IFBB PRO. У нас в гостях Володя Агринский, Владимир еще раз приветствовал вас на камеру. И вам. По колонам. И вам, не хватает. Ой, ребята, как с Вовкой я вспомнил, что настолько это, что настолько не было. И на Макдональдс, на Тушинское подъезжали мои курьерчики с пакетиками разными. Ну, не совсем спортивное питание, было дело. Твое тело достойно лучшего. Одежда Power Insight на wildberries.ru Чего только не было. Или Ниссан в Жуке подруливает к Макдональдсу на Домодедовской. Вовка забирает, хватает пакеты и газик дает побыстрее. Ах, даже у нас какие-то совместные тренировки были, мы даже кусочек видео врежем туда. Фарш закончился. Два. Давай, хотя бы три-четыре делай. Три, со мной два. Оп. Сразу. Давай, 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 еще разочек. Оп. Вот так. Два подхода, все. Больше не надо. По приколу, да, как это было. Я был на Трохе, Вова был тоже на ком-то мосту, и мы решили замутить видосы в его клубике. И мы хорошо... Ну, там было, перебью не на мосту, а я впервые тогда готовился в категорию классик физик по про. Тогда только-только вот начинал Бамстадт и как бы прочие-прочие, там многие вот самые первые. И вот я решил... Когда Бамстадт начинал, ты уже преподавал? Когда Бамстадт начинал первый царитурнир, я как раз одновременно с ним вышел первый раз в про в одной категории классик физик с Бамстадт. В линию? В линии. Мы с рядом стояли, конечно. Тогда? Да, это первый турнир, про турнир Бамстадт был. Я как бы совпал, это Питтсбург про турнир был, в Штаты я ездил. Я еле-еле вжался в категорию, чтобы мне влезть, мне надо было влезть в 90 килограмм по тем критериям классик физик. Это было очень сложно, плюс перелет страшный, там, короче, очень сложный. Он-то по месту, а ты-то без перелета. Ну, конечно, в общем, в Питтсбурге так получилось, он выиграл, естественно, мы стояли рядом в шеренге, фотки у меня есть там за сценой, форма хорошая была, но у меня широкая кость тяжелая, видимо, как бы вот пришлось много терять. И в целом там, ну, Италия, конечно, со временем начала расползаться. Я прекрасно помню эту Италию, для меня это был некий тогда эталон по тем временам, в 2000-е годы, у тебя прямо узкая талия, такой верх, и у тебя прям идеальная фактура практически. Вот если бы я, я почему бы решил туда готовиться, да? Я как бы пытался набирать, набирал, наступал там под 115-114 максимальный вес у меня попробовал, как раз после Олимпии были гран-при шли один за одним, это 14-й год было до этого. И как бы я набрал 134 килограмма впервые в жизни, ну, естественно, там Италия расползлась, но мяса очень много было, то есть я столько никогда не набирал. В целом, неплохо все было, вот, ну, как бы выступил там, да, там, в десятку не вошел, два турнира у меня, три было, вот, но самое интересное, я пофотографируюсь за кулисами, там, просто, ну, как бы, больше в шутку, так, ну, пару пост мы делали с Виктором Мартинесом, с Декстером Джексом, все они там выступали, там, ну, практически вся вот обойма, вся десятка Олимпии, за исключением первых, там, двух-трех мест, с Деннисом Вульфом тогда на пике, он был вторым стал там, с покойным Шоном Роденом, Роденом, кстати, хороший, он там выигрывал, ну, в общем, я посмотрел потом эти фото, они все у меня в Инстаграме есть, И ты подумал, а я не так уж и плохо? А я, я вижу, что я, я думал, я вообще мелочь пузатая, не, на уровне все, ну, там, ноги чуть подтянуть, подсохнуть и реально конкурировать, меня это так замотивировало тогда, вот, ну, потом, вот, как-то так, пару-тройку лет у меня была пауза, ну, по семейным обстоятельствам, там, Вот, вот, ну, детей, как бы, пытались, планировали, у меня долго не получалось, это отдельная история, сейчас вдвое, слава богу, я вот только с гулянка приехал, Вот, ну, в общем, смысл такой, потом стал готовиться, как я говорю, к классе физик, когда она появилась в семнадцатом году, вот она только-только появилась, подготовился, доехал, виза, все, там, куча потраченных денег, форм хорошая, но для моего, как бы, вот именно, ну, как фрейм, мне говорил главный судья, у которого я тренировался, про лиги, я специально поехал до Нью-Йорк-про, жил между Питтсбург-про и турниром Нью-Йорк-про, в Нью-Йорке, именно рядом с залом Бевс-джим, вот, Бевс-джим, это вот как раз главного судья зал именно про лиги всей, лично с ним общался, позировал мне, там, подсказывал, ну, короче, видео есть, все есть, в Инстаграме, если интересно, вот, и он мне говорит, у тебя большой, говорит, фрейм, короче, широкий, тебе надо в большой бодибилдинг, тебе для классики, ну, типа, короче, тебе надо большой бодибилдинг, я реально понимаю, что я настолько впритык влез, что, ну, если бы талия, может быть, еще была, как раньше, до набора, да, как вот ты говоришь, на Мире была, тогда, может быть, шансов было больше. А сколько ты весел тогда, кстати? Ну, на Мире я влезал, кстати, тоже в 90-е категорию, на Мире была категория до 90-е, ну, вот и свыше, все, тогда не было. Я в итоге пересох чуть-чуть, потому что на России я до этого весил 95, 95, и форма была атомная, это третьим только стал, ну, это уж как бы судьи, там, вот, на Мире я досох еще сильнее, в итоге я аж 87,5 на взвешивании получился, у меня есть там фотка, лицо, как бы, ну, на бейджик лицо, просто скелет там, все полосатый. Ну, в общем, как-то так, 87 был на взвешивании, потом чуть-чуть наел, я думаю, где-то 88-89 я был на сцене. И тут по классике один в один, тот же вес, все то же самое, да, но талия, да, и уже уплыла. Ну, не настолько это прям дико, но это очень важно в классике, там реально классика, вот талия классика, талия классика. Непозволительная тема, что в талии. Поэтому, к сожалению, вот, ну, что делать, все. Стал набирать по совету главного судьи, вот, дошел, да, в итоге, вот до этого. Я прям, знаешь, ты как расскажешь, 134, я сейчас Грега Ковача вспомнил, помнишь, который там шел аж в межсезонье доставок. У него и рост там как один. Два, еще 184, по-моему, весил на межсезонье. Да там жесть. Там ужасно было. Блин, он там такие растяжки, я помню. Ну, что делать, ну, там немножко другое, ну, в любом случае, 134, это была, это самая жара, совпало с летом, пик лета, то есть, я помню, я там шнурки завязать не могу. Постоянная духота, еда не лезет, это самая жесть. У меня главная проблема, почему я не хотел набирать, хотел классику. Там есть не надо, там хочется, а в больших наоборот, есть надо, но уже не лезет, уже бээ. Ну, короче, ситуация вот именно с бодибилдингом, с большим, у меня из-за этого двояка. С одной стороны, хочется набирать, еще с другой стороны, вот просто не лезет, вот как-то так. Вовкин, у тебя вот такая крутая футболка, Olympia Masters 2023, и я смотрю там город Клучш, а я там был неоднократно, в Румынии, на машиночке своей, Клучш, на пока. На пока, да. Чем здесь написали. Да, Masters Olympia, что может быть в этом турнире, давай расскажем. Друзья, у нас еще Джо Вейдер возродил, да, эту историю, не возродил даже, а создал, да, Китай Почет? Создал, создал. Для тех, кто уже выступал когда-то на Олимпии, ну, кто уже, больше 40 лет, и чтобы ребят уже мотивировать, что на этом жизнь не кончается, и почему не выступить дальше. Ну, да, и он так, как бы, очень сильно это анонсировали, действительно интерес подняли. А так, как Вовкин всего лишь 18, поэтому вы его не пустили, отправили обратно, скажем, мальчики, пендали идти отсюда. Но это меня тоже мотивировало, я как раз начал в 94-м году тренироваться, и я уже с первых дней смотрел Олимпию основную. Не, я имею в виду в 23-м году это было. И мастерс, не, я просто про то, когда начинали. Ага. С чего начиналась мастерс Олимпия? Она начиналась действительно с того, что как бы решили вернуть спортсменов, которые ушли со сцены, даже там чуть ли не Шварценеггера надеялись вернуть, ну, там, без вариантов. А вот Луферини, который со Шварценеггером, ну, практически наравно потягался в те годы, вот он готовился специально именно к этой Олимпии, там, несколько лет, набрал нереальную форму. Это же был какой год? Это был 94-й год. Да, это первая мастерс Олимпии. В итоге Луферини становится там вторым, по-моему. Как и по фильму, и по жизни. Ну, вот, да, 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 или даже третьим, в общем, короче, в итоге он не выиграл, хотя форма была термоядерная, очень добавил. Ну, и там Бойер Ко был, Робин Робинсон потом много раз выигрывал. В общем, длилось это мастерс Олимпия, несколько лет был, прям интерес был, действительно интересно было, я смотрел, мотивировался. Но потом со временем стал выступать Винст Тейлор, там, которым за 40 как раз было, и он много-много лет выигрывал. Ну, и, соответственно, как бы, просто интерес потерялся, уменьшился, и народ уже перестал так, как бы, на нее ходить, смотреть. Все, и она исчезла. То есть, 13 лет, или 12, или 13 лет ее не проводили вообще. И вот в этом году... В прошлом уже, 23-й год. Ну, в прошлом году, да, как раз... За месяц до Олимпии, на которой был Андрюха Мельников? Да, получается, что за 4 месяца до Олимпии Мастерс, и за 5 месяцев до Олимпии Основной, где Андрюха стал 8-м, молодец, очень хорошо, кстати, я считаю, и мог бы выше быть. Короче, смысл такой, что всего за 4 месяца объявляют про эту Олимпию, якобы под Катлер, якобы под Хит ее, так же, чтобы подогреть интерес, сделать. Вот, потому что и Хит, и Катлер, то ли да, то ли нет, тот же Кай Грин, то ли да, то ли нет, всем за 40. Ну, в итоге, как получилось, заявились люди, ну, там нельзя было заявиться, там тоже надо квалификацию пройти. То есть, было как, выложили объявление в Пролиге, что будет турнир Мастерс. Типа, кто хочет участвовать, кто выступал в Мастерс, кто занимал что-то в Мастерс, по ПРО, естественно. Вот, пишите заявку, будем рассматривать. Я в последний момент, я, по-моему, даже опоздал на несколько дней, то есть, там была дата, за 4 месяца ровно надо было подать. Я подаю там спустя 3 или 4 дня, просто я только увидел это, и тут же подал, в течение обстоятельств. Кстати, вот, я подал, и практически через день мне пишет, сейчас скажу, не через день, или на следующий день, Леня Истомин. Леня Истомин, там много раз мы с ним, ну, и на соревнованиях, и пересекались, и даже в одной категории были как-то. Вот, в общем, с тех пор Леня уступал тоже со мной и по ПРО, просто среди, как бы, ну, не мастеров, а среди всех. В Румынии в 19-м году мы с ним на одном сцене рядом стояли. Вот, и он мне пишет, говорит, где мастерс, где мастерс. Я говорю, так вот же Олимпия мастерс, ты что, не знал? А он смотрит календарь, там по мастерс ничего кроме Олимпии вообще нигде нет, кроме штатов. А штаты не варят для многих, в том числе для него. Я говорю, вот, на мастерс попробуй, напиши. Он тоже пишет заявку, в итоге, я так понимаю, что, видимо, отказали. Но он-то не участвовал по мастерс никогда, а я как раз в 19-м году специально, целенаправленно готовился к турниру мастерс Балтимор ПРО по штатам. Ну, тебе же не было еще 40-ка. Да, но там очень интересный случай, тут такие стечения обстоятельств своеобразные. Ты подделал документы? Вот, слушай, короче, там была категория, в большинстве турниров, в штатах их много, Балтимор, Шмалтимор, там каждый год что-то есть по мастерс. Категория в основном 40, 50, 60, даже по ПРО. Но вот именно в Балтиморе категория over 35, то есть 35, 40 и так далее. И я в 37 лет, 38 попадаю как раз под эту категорию. И я тогда готовился под руководством Патрика Тора. Единственный раз в жизни я готовился под руководством тренера из-за рубежа серьезного. Вот Патрик Торок, к слову, там готовил, в том числе подготовил нынешнего мистера Олимпия, 212 категория. Вот, Киона Питерсона, ну как бы вот, Пирсона вру, Пирсона, да, Кион. Вот, вот Кион именно под руководством этого тренера стал сейчас первым на Олимпе впервые в жизни. Вот я под его руководством за 5 месяцев тогда готовился к этому Балтимор ПРО. В общем, результат, стал я там вторым, никто особо об этом не знает, почему-то не афишировалось. Может, у вас было двое? Нет, у нас было больше, там было на самом деле, ну, четверо. Но, но, подожди, нет, ну, сам факт, ты доедь, получи про-карту, да, выступи и так далее. Тяжело, все-то шутки шутками. Ну, и плюс это американские судьи, американские спортсмены, а тут какой-то Раша приезжает, Раша, Раша Мэн, вот, и Раша Мэн-то лучше, ну, там, то есть по фоткам, есть у меня куча фоток, и в Инстаграме, и везде я там могу показать. Там в итоге ставят меня вторым после чувака, который в широченной талии, там, с короткими ногами, с позированием, действительно, там, просто коряга-коряга. Чувак нормальный, он ко мне там раз в три руку жал, подходил, что-то хвалил, видимо, ему кто-то из зрителей сказал, что, смотри, вот этот первым станет, скорее всего. И он такой уже, он думал, что он, и в итоге раз, меня, блядь, вторым. А мне и тренер уже пишет, ты первый, точно. Ну, потому что нас ставили в середину. Засудили. Ну, ладно, засудили, не засудили, короче, смысл у меня в чем был? Я ехал туда с одной простой целью, войти в историю, как первый чемпион среди про-мужиков в Штатах. Никто из наших не поднимался выше третьего места именно по мужчинам. То есть, третьим был, по-моему, если не ошибаюсь, один раз в Штатах, по-моему, Федоров, и, по-моему, один раз в Штатах третьим был Мишин. Все. И тут, получается, я хочу стать первым, кто выиграет про-турнир по мужикам, да, там, мастерс, не мастерс. Вот. Ну, и я становлюсь вице-чемпионом, там уже, как бы, на суде я грешить не буду, но... Вот, я как судья, 15 лет, там, больше летним стажем по любителям вот у нас, на Москве, на области, на России, и в ББ судил очень долго. Вот, перестал только, когда про-лига разошлись, и в ББ, я просто уже перестал судить. Вот. Ну, и, как бы, на деле я считаю, что я выиграл. И тренер говорит, ты выиграл. И в итоге меня вторым ставят, ну, ладно. Кстати, я тоже считаю, что ты выиграл. В итоге, смотри. Правда, я не смотрел этот турнир. Вот. Ну, не важно. Я вам покажу. Это год 2019. 2019. Вот. То есть я становлюсь первым, кто стал вторым. Первым, кто стал вторым. Вот такая тавтология у нас. Ну, извините, из России, в Штатах, ну, как бы, вот так. Нет, ну, это успех. Была цель выиграть, стал вторым. Пацан к успеху ушел. Ну, что поделать. Не подпортил, да? Второй метод. Нет, все равно красавчик. И потом тебя, короче, посмотрели, что, а, чувак, ну, все, выступал недавно. Вот, и отсюда уже следует то, что ты говоришь. Квалификация, так как второй, тот, кто выиграл, тоже туда попадает. Ну, и, в общем, я в списках Олимпии. У меня ровно 4 месяца. Форма там, даже не межсезонья. Я там, по-моему, даже моста не делал. То есть там был период, что я чуть набирал. Потом ковид. Потом опять набирал. Потом чуть-чуть травма у меня нога была. То есть там я не перелом был, как сильный ушиб. И столетиком 300 приселаешь? Нет, надрыв крестообразный. Подскользнулся на лестнице. Да, надрыв крестообразной связки. Причем у меня на левой коленке был. Он давно еще там в детстве на лыжах нагорных прыгал. Я смотрел твои истории, ты тоже недавно прокатился на этих. Ну, у меня под домом горка в Красногорске. Да, выходишь и прям с подъезда так. Иногда бывает, ну, хочется в городе, но сейчас не до гор, к сожалению. Раньше я любил там Андорра, Австрия, там был еще где-то поближе. Ну, в общем, нравилось. С удовольствием бы поехал. Пока вот только под дому в Красногорске. Австрия, Швейцария тоже. Не был, да. Ну, Австрия там и так далее. Отгонялся. Ну, и что? И, значит, получается история, что тебя... Ну, да. Четыре месяца у тебя есть, а предложили ты поехал. Ровно четыре месяца, чтобы сделать форму, естественно, раз. Чтобы получить визу, набрать денег, два, на все про все. Ну, виза румынская, Евросоюз обычно, да. Ну, в том-то и дело. То есть, это такая история сообразная. То есть, одновременно со мной начинает готовиться и заявляется туда мой отец, которому на тот момент было 68, сейчас 69 лет. Ну, не конкурент, он же категория разная. Естественно, он заявляется не в профессионалы, потому что он любитель. Причем любитель, он там вообще начал выступать в 60 лет только с чем-то, 62 или 63 года. Первый раз вышел. Да тоже столько лет, 95, ну, папу знаю, да? Он всегда в этой теме был, и тебя, мне кажется, тоже мотивировало к этой истории. Не, наоборот. Нет, он спонсировал как минимум. Ну, это точно. Ну, он не то, что прям там олигарх, да, он просто как бы там доктор наук, он в Бауманке работает и там не учит, там он просто там лаборатория, там лазеры. Ну, в общем, отдельная тема. То есть, человек вообще науки как бы совершенно далекий от бодибилдинга. Он там в детстве в футбол гонял когда-то. Залы гантелей, там штанги не видел там, ну, только там на картинках. А тут я начинаю выступать, тренироваться, он меня так это подстегивает, мол, типа, да, фигня, мол, ну, короче. То есть я выступал. Да фигня, я выступил бы лучше, сказал бы. Ну, короче, смысл такой, что лет 10 я про выступал, он даже не тренировался никак в жизни. Он начал тренироваться, уже когда я на мире выступил, третьим стал на мире, вот 2004 год, примерно тогда он первый раз пошел в зал со мной. Потому что у него был такой пузо, туда-сюда, там вот это все. Ну, вот он начал заниматься. Вот как-то так. А тут мы вдвоем заявляемся. То есть получается, что он в любителе, свыше 60 лет, на олимпию, эмиджер олимпия, то есть любительская олимпия, восточной Европы она называется. И с мастер, с олимпией там в два разных дня они проходят. Ну, вот как-то так. Получается, что отец агринский, сын агринский, один в любителях, в мастера, второй в профессионалах тоже в мастера. Вот такая вот интересная. Интересная, олимпия 23 получилась именно мастер. Ну, в моем случае, как бы, по-моему, аналогов я ни за рубежом, ни здесь не слышал, чтобы отец и сын на одном турнире выступали. А как вы долетели до Румынии? Вот, это, да, другой момент. Значит, визу в Румынию на тот момент, именно в Румынии нам уже не давали. Это же, это не шенген. Да. Она и в Евросоюзе, как и в Болгарии, но это не шенген. Ну, в общем, не шенген. А Румыния не шенген. Румыния, как и Болгария, не шенген. Это Евросоюз, отдельная виза. Ты по визе румынской, ты не можешь въехать дальше, ты ешь там в Венгрию. Это да, смотри. Но у нас получилось так. Румынскую не дают вообще россиянам, в принципе, уже несколько лет. Это вот из-за санкции, все. Не дают. Вот мы узнавали. Отель там забронировал с большим трудом, потому что карты нету, а нужна карта. Забронил именно тот отель, который без карты, оплата на месте. Нашли вариант, единственный дорогущий отель. Совпало с тем, что как раз именно этот отель впоследствии, месяца два спустя, объявили, что он будет официальным отелем турнира, потому что он просто близкий, относительно дорогих. И нам повезло. И мы как раз заранее уже забронировали. Хотя там ценник, я уж не помню, но немаленький. И получается, что их билеты тоже проплатили, причем там было сложности были, там 160 тысяч оплатили. Потом какой-то билет через месяц. Через Стамбул там еще, да? Там две пересадки было. Бухареста или куда-нибудь? Нет, мы летели до Клужа, из Стамбула до Клужа, а между была пересадка где-то там, я уже не помню. Ясса или Бухареста? Из наших соседствующих. Не Кишинев? Не Кишинев, я прям вылетел из головы, не вспомню. Ну не суть, короче. Две пересадки туда, две пересадки назад. Вот назад было, как ты сказал, то есть из Клужа до Бухареста, а дальше уже Стамбул к нам. А туда немножко по-другому. В общем сумма там, замена билета, пришлось доплачивать, потому что там сдвинули рейс, не совпадало. В общем, это 170 тысяч, 175 тысяч получилось только до, извините, Румынии какой-то там, Румынии, 160, там 170 тысяч, 175, только-только один самолетик. Я молчу про все остальное. Я молчу, я пробовал, я пробовал в Австрии кататься, Ижгель, ну и не важно, всякие Гаштайны, Батху Гаштайны, билет, смотрю вот даже, ну еще был, может допустим, ноябрь месяц. А так Вена, это тоже большой хаб, как Стамбул, ну-ка европейский, грубо говоря, так 3,5, 4 тысячи, 3 800 рублей, ну в одну сторону человека, до Вены. Как хрень. Я сейчас смотрю, это вообще. Я тебе говорю, то есть, а самое главное, что еще ведь совпадает, что вот это после, ну на самом деле, как и только тренером работаю, у меня нет там дополнительных заработков, спонсоров нет, к сожалению. Только папа. Ну папа, а у папы тоже с работой не все хорошо, там нет такого, что я еще раз говорю, то что он делает, я даже не открою, там тайны какой-то. Он изобрел делать изображение в стекле, лазером, то есть, берут стекляшку, кубик, и лазером там специально настраивают, точечки бьют, там получается там рисунок, не знаю, ну грубо говоря, там портрет чей-то, надпись, поздравляю с днем рождения, с Новым годом. И вот это его как-то мини-бизнес. Он-то изобрел... Это вот изобрел, он еще в 90-х, там ну несколько человек было. А это его изобретение? Да. Он запатентовал это. Я не знаю, ты ничего себе. А потом уже начали китайцы подрезать, там америкосом, он в Америку ездил. Смотри квадратного прозрачного куба. Да, да. Как бы... Куб, брелки, ну разные. Ребят, вы точно видели такое, наверняка неоднократно. Конечно, просто это распространилось, он передавал опыт, там штаты ездил, жил там по полгода, потом там привозил мне журналы, там по бодибилдингу одежды, я так раз только начинал, там 97-й, 96-й год вот этот. И вот это, говоря, период был, когда действительно все неплохо было, ну там относительно, короче, по... А потом пошел спад, 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 и сейчас он там через день иногда работает, и то там, там перед Новым годом, ажиотаж, когда люди покупают вот эти все, как бы, там изделия, поздравляют друг друга. А так, ну как бы, последнее время. Так все сложности. Вовкин, слушай, вопрос, а вот ты когда на Олимпии, сейчас он был на мастерс, допустим, вот у Андрюха Мельникова спрашивали, по поводу, как вот там же украинские атлеты, вот эта ситуация политическая, она как-то в лес, сдвигала ли тебя куда-нибудь там в край сцены, или как-то вот... Не-не-не, тут как бы все нормально было, то есть ребята были, и украинцы были. Ну то же самое, что русские там идут чуть-чуть подальше. Да, то есть и румыны, нормально, не-не-не, такого не было. Просто тут скорее другая ситуация, что именно, как-то вот, мне показалось все-таки в целом, именно по судейству, как бы ничего не хочу плохого про судей говорить, да, были косяки у меня лично, то есть, вот, было заявлено 19 человек участников, из России я единственный, ну среди именно... Мастерства, твоей категории. Именно Мастерс, промоопен, ну и вообще из России не было никого кроме меня, именно по про, вот, по любителя, говорю, отец был в мастерах 60+, и еще... Он какое-то место занял, батя? Ну он стал третьим, да, он стал третьим, но представь, свыше 60 лет, много ты видел в категории выступающих? Ну в том-то и дело. И по форме, то есть я смотрю, есть фото опять-таки. Не важно он призер. Он, да, он... Призер олимпийный, невероятный. Он приехал с медалью, вот с такой сыном. Ну я знаю, как обычно. Вот, но вот так вот, и по форме, по всем параметрам. Я считаю, что он первый, второй, сто процентов там, со спины выносил точно всех. Позирование были, косяки, именно, скажем так, в начале, потому что он не выступал там года три или четыре до этого. У него с позированием всегда было так себе, потому что не учи отца, вот это его стандартная фраза, когда я к нему говорю, давай позировать, пора позировать. Учу ученого, съешь печеного. он говорит, не учи отца и все. Не учи отца позировать, сам смогу. Ну и в итоге, вот с этим были косяки. Но тем не менее, в полуфинале он нормально все попадает, естественно, в финал. Мы ждем, целый день я учу позировать, мы догружаемся, мы доцеливаемся, форма улучшается там просто, в разы никак в жизни такой формы не было. Это с учетом, что человек 69 лет, да, и он только прогрессирует. Это ну реально так. Все. В итоге, как получилось, вот тут конкретно про правила, новые правила, кстати, Андрюха Мельников говорил об этом. И на основной олимпии, и на мастерс одни и те же теперь правила. Короче, вот, ну, про, именно про, я отдельно скажу, про себя сейчас просто, про отца договорю, раз уж. Вот. То есть, смысл такой, что по любителям, все выступили, попали, кто попал в финал, они к вечеру готовятся, выходят в финал. Раньше как, всегда везде было. На финале, произволку каждый показывает. Их сравнивают. Сравнивают там, уже в финале, отдельно. То есть, отдельно, и предварительное судейство, и отдельное сравнение финал. С нуля. Там было так. Вышли с произволкой эти трое. Батя выходит третьим. Позирует, все с произволкой, все более-менее, нормат. Вот. И, и он уходит, пытается уйти за сцену, ему говорят, не, а что вы уходите? Выходите сюда. И остальные выходят. То есть, ему даже не дали уйти со сцены. Я думаю, ну ладно, сейчас сравнивать будут. А их уже награждают. Сразу. Не отпустя за сцены. Не отходя от кассы. Очень странно, потому что форма улучшилась. Грима добавили. То есть, грим, кстати, такой хороший был. У меня никогда в жизни такого грима не было. И у отца в этот раз. Ну, просто слоев больше сделали. Обычно с этим сюда пролетали. А тут грим просто термояденный был. Ну, в общем, сам факт. Вот в итоге третий из трех по форме лучший. Улучшился. Не сравнили почему-то вообще никого. Ни в одной категории. В финале. Типа абсолютно. Очень странно. В финале должны судить заново. Это новые правила. Вот про то, что короче изменение правил. По-моему, так быть не должно. Потому что те, кто в финале, они улучшаются. У них есть время. Они могут поменяться кардинально. Это так же, как Олимпию. Первый день, да, и второй там. Вот когда. По-любому там заново должны сравнивать. Ну, и сравнивают. А тут как-то вот. Ну, это что касается любителей. По профессионалам тут как бы, ну, все вот то, что Андрей рассказывал, действительно так и есть. То есть в итоге отвыступали мы все. Да, я попал не во второй коллаут. Я надеялся на второй коллаут, потому что это за десятку. Моя цель была именно войти в десятку. Я как бы, ну, реалист, но это было реально. То есть по соперникам, то есть не хочу мне про кого плохо говорить. Все молодцы там. Как бы и возраст там некоторых там были. И даже за 60 лет был такой спортсмен. Он известный спортсмен. Вот сейчас по имени если не вспомню, ну, в любом случае вы его видели, он с такими седыми усами сюда уходит. Да. Но дедушка там он прям такой короче 60 с чем-то лет точно 65 может быть. Он очень давно выступает в Штатах и там выигрывал что-то когда-то. Вот, Расти Джефферс, вот вспомнил, Расти Джефферс. В итоге, но он американец и большинство американцев и спортсменов и большинство американцев судей получается. Ну, то есть практически все. В том числе, вот главный судья про лиги, вот, соответственно, вот, Бев Джим, вот это все. Вот, Стив Вейнбергер, фамилия у него. Ну, ну, как есть. То есть дергают первое сравнение, дергают второе. Я уже остываю, ставлю за сценой, грим потек, жарко. Вот, ну, и вызывают в последнем калауте, все, гоняют два раза, местами меняют. Ну, я понимаю, что я уже не в десятке, я уже обломался, все, за сценой там грим. Настроение другое. Ну, естественно, настроение упало, я еще походил с ними там рядом, постоял в зеркале, ну, те, кто вот, те, кто во втором вызывали. Причем, я уверен был, что я там обойду, ну, как минимум, человек пять, пять из тех, кто были во втором калауте. Просто смотрел в зеркале. Раньше я с ними тренировался в том же бэмф-джиме, там один человек, он как раз стал, по-моему, седьмым. У него там узкие плечи, относительно широкая талия, он чем-то похож, прическа, немножко похож на Денниса Вульфа. ну, в общем, смысл такой, с ним познакомился еще тогда, вот, в семнадцатом году, когда летал, вот, в Нью-Йорк, и, ну, он относительно небольшой, как бы, он тоже в классике выступал, тут каким-то образом в тяжи вылез. Узкие плечи, широкая талия, позируют так себе. В итоге он седьмым становится, я тринадцатым. Нас рядом не смотрели, мы стояли с разных краев сцены. Нас невозможно было, в принципе, не сравнив, реально оценить. То же самое про других из второго калаута. То есть, с пятого по десятое место, все, кто были там, их рядом со мной не ставили. Они все стояли далеко. Даже если не позировать, поставьте хотя бы расслабленных. Это вот непонятно. То есть, это новые правила. Я не знаю, почему так. По-хорошему надо сравнивать. Ну, в общем, результат из девятнадцати заявленных спортсменов я становлюсь в тринадцатом на Мастерс Олимпии. Цель в десятку войти не удалась, но поучаствовать в Олимпии, даже Мастерс, причем я единственный из России, кто участвовал в этой, в принципе, в Мастерс Олимпии, не участвовал в России никто и никогда за всю историю его проведения. Турган занесите в книгу рекордов. Хоть как-то, хоть чем-то, понимаете? Ну, как есть. Как есть. Ну, хотя бы вот вкратце такое, что сцена просто с чего-то начинал. Как ты вошел в бодибилдинг? Может, из другого спорта вошел? Хоть как бы о себе расскажи, так, как-то на квинтэссенцию, дай наводить и зрителям. С удовольствием, с удовольствием. Нет, не из другого спорта. Я занимался в основном горными лыжами с шести лет. Не из другого спорта я в основном горными лыжами. Ну, это отдельно. Я их и не бросал. То есть, я как бы продолжил заниматься бодибилдингом и долгое время совмещал. Причем, я немножко на голову в этом смысле экстремал, прям такой конкретный. Я всю жизнь прыгал на чем только мог. И до велосипедей, и на мотоцикль потом, и на лыжах. Мне прыгать, строить трамплины, прыгать, останялся. И после лыж уже, когда я уже много-много лет от выступал, я купил кроссовый мотоцикл. Было время, был период. И прыгал на нем. Эндуро? Пока не сломался сначала палец, потом ногу. Ну, в общем, нет, не эндуро, а мотокросс. Чистый мотокросс. 100% я себе купил 450-кубовый кроссовый мотоцикл для соревнований Ямаха, YZ. 450 кубов. Он очень мощный. Я его потом бояться стал. В итоге продал его потом, когда уже сломался, переломался и уже боялся вот этого всего. Купил два эндурика там. И потом, короче, на эндурики иногда по лесу уже не прыгай езжу. Но, тем не менее, вот Экстрим первые там годы жизни в 13 лет я начал первый раз я попал в зал в 13 лет. Это 94-й год, начало 95-го. Вот. Сразу, сходу я купил пару журналов купил. Даже помню, был Качай Мускула один, дали два номера там, из совсем первых. И был Мускул Ревью, Масл Ревью такой номер. По-моему, тоже первый номер. Там всего два или три вышло за всю историю. Фэнспорт на Чистых Прудах магазин, они его, по-моему, делали. Туда я как раз ездил. И там кассета Олимпия. Чистые пруды в подвале, что ли? Да. Глубокие. Оттуда. Ты знаешь, по-моему, как раз первый был не подвал, там их несколько было. Фэнспорт это был, или чуть полуподвал. Несколько. Наверное. В общем, вот так. И вот с этого все началось. Была статья там тренировки, прям комплекс тренировочный в те времена выступал. Дай бог памяти. С этим у меня что-то не всегда хорошо. Старость, не радость. Перцетам не съел. Перцетам не съел. Теперь много теперь можно. сам факт, что один из чемпионов Олимпии, десятое место Сонни Шмидт вспомнил. Она приходит постепенно. Сонни Шмидт. Теперь он Соня. Теперь он, к сожалению, помер. Астралиец, который очень хорошо выступал, в десятом был на Олимпии точно. По его схеме она попалась. Я прям в точности повторял первые три месяца. Потом потихонечку стал покупать фильмы. У него превращаться в потихонечку. Кассеты. Ну, как бы уже стал смотреть. Майк Квинн был такой в те времена. Известный достаточно. Он там на Олимпии тоже выступал. В десятку попадал. по-моему, седьмым был. В общем, Майк Квинн тренировался как зверю. Он там рычал, там, веса тягал. прям понравился мне. Как Дориан с силой упорства? Ну, сначала. Нет, там немножко другое. Там он со сбросом вес сюда работал. Он начинал с большого и всегда делал дропсеты. Везде. Ну, да, там тоже интересно. И вот я повторял его, Майк Квинн, именно уже по кассете. Потом следующая кассета попала с Дориана. И вот тут я надолго на этом задал. До сих пор, кстати. Я сейчас продолжу. Нет, я продолжу и пересматриваю, и я продолжаю. На данный момент тут я набрал 129 килограмм. Сейчас вот совсем недавно. 129 килограмм, пик с 22,5 до 130 вот прям не дошло, но месяц я продержал этот вес, уплотнялся, но вот потом стал перед Новым годом уже отдыхать, чиститься. Вот. Но тем не менее я набрал именно сочетая методику я-отца. Я тренируюсь и сейчас по ней, и вот последние полгода после Олимпии я тренируюсь по яцу. Примерно так же, там враждения немножко другие, но смысл, один подход до отказа, рык металл на тренировке, все вот эти ну и прочее. То есть это какой-нибудь там Кеннибал Корпс, Напалм Дэд. Обязательно. Я знаю, что ты тоже любитель. Все вот это, Напалм Дэд, Кеннибал Корпс, Липнот, каждый раз все по-разному. Там много можно этих, катаклизм там, Пантера. Малавен Курейши. Да, да. Ты попсу какую-то берешь. Ну, как бы, Рамштайн иногда бывает заходит, и Металлика, и подрусских иногда вот бывает сейчас из металла именно. Есть такая группа интересная, называется Информал Фак, она называется. Ну, так я думаю, можно. Фуск, Информал Фуск, да, я перепутал. На удивление, отличная группа, я просто случайно про нее, ну, наткнулся в Яндекс.Музыке, мне ее предложили. Так, ребята, молодцы, играют. На русском. Вообще, Дима. А лирика какая там? Текстогогия. Там замечательная лирика, там в основном полускандинавская, полурусская, ну, там, типа, я баба-яга, я баба-яга. В общем, ребят, послушайте, не прогадайте, весь. Информал Фуск. Прям в Яндекс.Музыке, где угодно все вылезет. Вот. Ну, и, короче, вот по Яцу тренируюсь до сих пор. Дальше, после Яца я уже какое-то время травмировавшись, а травмировался я, к сожалению, за свою карьеру. Травмировался тоже по Яцу, кстати. И по-разному травмировался. И по горным лыжам прыгая травмировался. С этого все началось. Крестообразно рванул. И так далее, и так далее. И по тренировкам много раз надрывал грудную, отрывал заднюю поверхность бедра полностью, правую внешнюю, и не шил, к сожалению. Потому что я готовился по юниорам. Ниток не было, или что? Ну, я думаю, линиток или иголок. Хотя, я просто испугался по молодости идти к врачу. Оторвал полностью, там гематома. Оторвал за месяц до Москвы. Это 2001-2002 год. А я готовлюсь. У нас там, как бы, заруба там с Кириленко, с Пашей должна быть за второе место на России. Ну, первое, второе. Вторым был, я хотел сделать его, наконец-то. Ну, в итоге, я рвусь, вот, заднее бедро на становой тяге, там, 200 килограмм я тянул на прямых ногах в Смите, правда, тянул. Причем, не на 12-м повторе, на 11-м. Более изолированный, и вот ты... Вот, рванул полностью, вот, правый отрывается. Дикая боль, там все, как, все последствия. Шить и боюсь. И, мелкий был, операции не было, там 20 лет мне было, или 19-20 лет. Вот, в итоге, кое-как там, за месяц гематома подсходит, я продолжаю делать все, что могу, и я выхожу и выиграю абсолютку на Москве, и на области, если я не ошибаюсь, на России становлюсь опять вторым. Вот как-то так. Ну вот, но зато не зашил. Лучше бы зашил. По мне сейчас. Потому что эти первые места там абсолютка и так далее по юниорам, это как бы юниоры. Да, по мужикам я долго не мог стать первым на Москве, это было проблематично. Ну вот как-то так. А так по тренировкам из-за того, что рванулся, потом стал потихонечку снижать веса. Вот с Серегой Шелестом мы на эту тему много разговаривали, у него же тоже травмы. Мы как бы и в одном зале и тренировались, и так далее. И на соревнованиях пересекались было дело, и в одной категории выступали мы. Вот в десятом году был про-турнир в Европе, в Испании. Серега тогда вовсю выступал, а это был мой дебют. То есть я почти два года готовился к про-дебюту. Получил карту в девятом году. И в десятом я впервые выступил по про. И вот с десятого года я в принципе с паузами, но по про выступаю и планирую продолжать выступать насколько это возможно. По настрою планирую, по здоровью, ну как карта ляжет, по деньгам тоже. Как-то так. Вот. А тренировки, да, я сейчас больше разнообразия вношу в тренировки. Это вот то, что мы с тобой тогда тренировались, да, по разнообразию. Честно скажу, я некоторые вот посты в ВАОе сохраняю в себе, потому что у него есть интересные и моменты в тренировках необычные. Не знаю, где-то тоже это цепляется какие-то, может быть, старых видео наверняка. Или как-то из своей практики жизни. Но реально есть что посмотреть порой. И однажды мы тоже замутили очень классную встречу. Какой-то мы фрагмент может включим из нашей совместной тренировки. Я был в Натурахе, Вовка был на каком-то полумосту или что-то еще. На подготовке. На подготовке, но он был такой еще на массе. Это по классике как раз. Подготовку, мы об этом уже говорили. Я поехал в Кресногорск к нему в зальчике. И мы там рубанулись нормально вдвоем. Прямо так замутили. Ну да. Заприквалы. Все, мы с плечи качались с Димой. Плечи дельты вы качали? Да, да. Плечи. Короче, просто по разнообразию резиночки добавляем. Суперсеты какие-то. Одну ручку. Да, да. А когда все вместе какая-то такая мелодия закачиваешь конкретную ты чувствуешь прямо отдачу от мышц. Это твое. Это интересно. В Ютубе эта тренировка у меня на канале есть. Там мы с Димой как бы сжем особенно. Он, конечно же. Взяли два вентилятора в папу с митингом. Будут электрогитары. Прямо по залу там носились как угорелые. В общем, посмотрите, вам понравится. Ютуб-канал как бы просто Владимир Агринский набираете и как бы он вылезет. Подписаны на канал. Ему очень много лет. Лет 12, наверное, каналу. Да что ты, он старше тебя даже. Да, я, короче, когда его начинал... до твоего рождения, кстати. Знали, что родишься. Вот. Когда я его начинал снимать, просто так там одно, два, три упражнения, четыре по отдельности снимал. И пять лет него нет контента. Вот. Потом пауза, потом снова, потом пауза. В общем, в итоге я тут недавно как-то залез на старые видео посмотреть. Ну, просто полистать. Я там, понимаешь, я смотрю упражнение, которое я сам придумал, реально вот придумал. Ну, вот. Я его забыл. А упражнение-то хорошее. Ну, в общем, иногда вот ради этого только стоит Ютуб-канал память его падает на глаза. Ну, вот. А по тренировкам я вот только последнее время, долгое время позанимавшись там суперсеты, тресеты, дропсеты в основном и на наборе, и на сушке примерно вот интенсивность, меньше веса, меньше отдых. Как бы круговые тренировки на одну мышцу. Вот. Много разных методик, но разнообразие превыше всего было. И только вот последний год, вот после Олимпии, я что-то решил вернуться к старой доброй методике ядца. Потому что она мне еще нравится тем, что ну там по эффективности, да, эффективная, травмоопасная, да, травмоопасная. То есть надо обходить некоторые упражнения, больше греться. Но она мотивирует качаться. То есть я качаюсь, я не перетренировываюсь. То есть у меня остаются силы. Я пять дней в неделю отпахал по ней, вот именно вот эту неделю, вот с понедельника по пятницу я отпахал. Вот после моста первую неделю у меня как бы возобновление набора массы. Вот. И прям вот я хоть сегодня опять бы пошел, но два дня отдыха обязательно надо делать. И так далее. Вот один до отказа подход прям то, что нужно. Чуть больше упражнений, просто у Дори на упражнение обычно было там порядка пяти, там шести на группу в среднем. Я делаю порядка семидесяти на группу, но все равно один подход до отказа и пошел дальше. Только так. Слушай, ну ты один тренируешься или у тебя есть напарник, который... Никогда. Не люблю тренировать. Пуш! Вова, пуш! Для этого у меня есть наушники с Кеннибл Корпс, Напалм Дэд, с Икс Фит Андер, отлично. Отдельный проект Криса Бернса, который... Вообще, конечно. Вот это моё. Особенно каверой его. Это тот самый вот партнер Дориана. Это вот для меня это металл, Кеннибл Корпс и все это такое. Не знаю, почему так в нашей стране я как бы недолюблют металл. Не, просто популярность упала рэп, завоевал все... Значит, нет, ну как бы рэп-рэпом одно другому не помеха, да? Но сам факт. Смотри, рэп-радио есть, и прочие направления есть. Металл, радио нет. Нету. Нет. Дискриминация. Я, кажется, я понимаю... Сделал свое радио? Да, я старый металюга там и там Сектор газа, Гражданская оборона люблю попеть, но, блин, не понимаю. То есть тебе сидит 30 лет? Ну, 42, но как бы люблю попеть в караоке, да, Гражданскую оборону. Предлагаю батл. Готов? Давай. Запомните. Вообще с удовольствием. Вот Сектор оборону прям, прям, вообще все, что хочешь. Могу прям сейчас забацать. Скрипнув, сталью открылась дверь, ты уйдешь, ты моя теперь. Я на приятную удро шашущаю с головы до ног. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. иди-ка. Ага, нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет. Короче, если бы были... Вовка спел Сереге песню. Было бы проще, да. Ну, люблю, ты говоришь, батл, Только, чтобы строчки были, а то он стопорит в последнее время по страшному в этом смысле. Вы расскажи про подробности регистрации, то, что было на Румынии. Да, интересно было, ну, как интересно, но началось все с того, что, да, визу не дают в Румынию нашим, приходится получать шенген левым числом, хотя купленный билет уже все, но вот через шенген получилось действительно в Румынии. шенген ты спокойно можешь... Ну, вот, да, вот, ну, и то, интересно, смотри, вроде все нормально, паспорт есть. Мы с отцом стоим на паспортном контроле друг за другом, сзади и в соседнюю кассу идет группа индусов, по-моему, прям человек, не знаю, 50-ых разных. В Челоме так? В общем, нет, там даже не в Челоме просто слышно было, что индусы, и там я слышал Индия, а Индия, ну, вот, когда они там друг с другом и когда паспортный контроль. В общем, за индусов пройдет. Смотри, да, их прошло уже человек, наверное, ну, в общем, идут, 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 подходит моя очередь, я даю паспорт, там, куда, ну, соревнования, миссер Олимпия, ля-ля-ля-ля, вот, они тоже на какой-то турнир, они пауэрлифтеры, именно пауэрлифтеры, индусы, там какой-то турнир был рядом по пауэрлифтингу с течением обстоятельств, ни в одном месте, просто в том же, как бы, в те же даты примерно в том же городе, вот, и вот, получается, что я стою, уже человек 15 прошло, они принесли мой паспорт, в одно место принесли, пошли в другое, я говорю, вот еще отец со мной, взяли его паспорт, короче, уже человек 30 их прошло, мы все стоим с паспортами, думаю, все, нас не пустят, видимо, мы ему вот этот с шенгеном момент, что-то они там, то ли то, что русские, то ли вот это, короче, уже вот тогда началось, ну, это реально, как бы, пошли сложности, да, ну все, пустили мы, фух, все хорошо, вот, приезжаем, там место хорошо, все там вроде в отеле, сам зарегистрируюсь, с трудом нашли магазин, все купили, на следующий день приходим на регистрацию, и вот, ну, в моем случае проблем нет, просто грим оплатил, посидел там с профиком, получил номерок, все, дальше стоит отец, у него было, поскольку он по любителям выступал до этого только в ФББ, вот, и, соответственно, увидите, Шаймин один раз мы выступали с ним, ну, он выступал, пробовался, все, дальше он не выступал долго, и вот решили на один турнир вдвоем поехать, вот, на Олимпион и по любителям, я по ПРО, вот, и получается, что номер присвоили ему карты, именно NPC, карта по любителям, там она сейчас идет напрямую туда, через штаты, то есть нет посредников, вот, ему присвоили номер, да, записал, номер на бумажке, но поскольку проплатить не получалось, карты не было, то есть сейчас карты российские, они не срабатывают из-за санкций, вот это была огромная проблема, и с отелем проблема, и потом вот как раз на регистрации, потому что, когда он пришел, я ведь заявлен, вот, вот я заявлен в категорию, ему говорят, извините, нельзя, у вас нету вот самой бумажки, то есть нужна вот эта вот бумажка, членство, он говорит, я не смог получить бумажку, потому что оплатить не получалось, давайте я им сейчас на месте оплачу, номер мне присвоили, вот это номер, вот бумажки, такой-то номер у меня, карты, все, они что-то, она не может проверить, говорит, нет, не могу, нужна карта, рядом там какие-то наши, там, девочка выступала с ним, молодой человек, они говорят, да, да, они сейчас просят бумажку, им нужна вот именно вот эта вот, как бы, Я говорю, а что делать? Они говорят, ну попробуйте с карты проплатить, а карты нет. Ну, то есть, короче, вот эта вся ситуация, это длилось около часа. Я там бегал с ними, пытался договориться. В итоге она пошла, я за ручку повел, она пошла уже к судьям самим. Тут и судьи заново залез в компьютер именно на прорегистрации. И через компьютер, каким-то образом, они все-таки нашли этот номер членства, что действительно это он. Оставалось только проплатить. А у нас денег... Ну, кэшем дал бы. Кэшем у нас еврики. У нас мы местные не разменяли. Побежали искать вокруг ни одного обменника. Румызские леи, да. Вот, нет, они только лелеи, но проплатить надо туда, за границу, поэтому нужно именно с карты. Присылать карту. Карта не срабатывает, то есть, ну, тут эта вся ситуация. Что, маленький лайфхакт? В итоге мы с огромным... Вот я говорю, пока не соскочила мысль, да. Вот, потому что ты же... Говорю, Дим, час мы носились, и у меня столько потратилось нервов у меня и у отца. Он говорит, все, ладно, я домой, все, короче. Ну, уже все. Человек ехал, готовился там полгода. У меня, чувство, заливать начинает уже стресс, все дела, потому что нервовики были страшные. Ну, повезло, что кто-то из судей согласился поменять нам эти леи на еврики. Еврики на леи. Еврики на леи. Да, еврики на леи, и мы уже этим леем оплатили. И вот, слава богу, а мы уже выходили следующим утром. Ну, вот, ты мог потом спокойно пойти в банк и гарточку. Дим, там банков вокруг не было, а регистрация уже заканчивалась. Вообще, в принципе, на будущее. Ты можешь даже, наверное, по российскому паспорту, можешь прийти в банк и, наверное, оформить на себя карту. Может быть, но времени не было. И она будет во всем... Потом может ездить, и мало кто-то занесет ее судьба. А мы не знали. Кни туда тысячи евро. Где же ты раньше-то был, надо было. Ну, не позвонил, братуха. Ну, вот так. Серьезно, да? То есть, ты открываешь и все, да? Ну, как наши. А почему она-то мне пригодилась бы на будущее? В Грузию там делать. Кто-то в Турцию делает себе карты. Кто-то в Армению. То есть, в принципе, почти в любой стороне ты можешь. Да, с российскими, если ты в России карты делаешь, она не будет работать. Нет соцсвязи, понятно, только внутри. Вот. А вот если ты по моему паспорту делаешь к другой стороне, ты имеешь право на это. Потому что геморрой страшный. Мне вот сейчас про карту проплачивать. Не резидент. На следующий год проплачивать про карту. А это опять-таки нужна карта. Мы там взяли у каких-то там знакомых, ну, у отца на работе, там, ну, типа Таджик кто-то или кто-то, у него вот именно сработала его карта, мы с ней ездили. Ну, и то с проблемами. Я не знал, спасибо, что ты подсказал. Ну, либо в любой стране, тебе даже в Таджикистане, ты можешь взять себе карту, или где-нибудь еще в СНГ. Реально надо. В Молдаве ее годно, если ты карта, спокойно путешествовать. Вот. Ну, да, на следующий год я вот хочу, думаю, мне сейчас продлевать надо членство, да, в пролиге. А у тебя нет румынских лей, прикинь? Ну, лей-то ладно, да, я в Румынию как-то не хочу, но и турниров-то нет. Мастерс Олимпия вот провели они один раз. Видимо, ажиотажа особо не получилось. Никак, там, пусто не вернулся. И все, и может быть, они, конечно, за 4 месяца опять разродятся, но мне почему-то кажется, что не будет в этот раз Мастерс Олимпии. Скорее всего, это была разовая акция, мне так кажется. Может, нет, я надеюсь, что нет, потому что я бы туда снова, конечно, поехал, если бы была квалификация. Я бы сделал Мастерс Олимпия раз в 3 года. Может так, может так. И к этому времени подготовились, кто-то, понимаешь, и все бы уже знали, а не этот бред. Может, они так и сделают, Дим, может, они тебя послушают сейчас, как бы, все. Мы включим троцепцию на английский. Ну, в общем, смысл такой, да. Готовиться хочу, готовиться по-любому улучшать форму. То есть, вот говорю, 129 набрал, сейчас после моста 121 где-то сохранился. Была болезнь, то есть что-то типа полу-ковид, не ковид. Клиентка как бы в больнице работала, пришла заниматься. Говорит, у меня все, тест сдала, ничего нету. Ну, болел 3 недели. И вот на следующий день, все, я уже сваливаюсь и потом в округе все. Ну, в общем, где-то 2-3 недели были недомогания, там, температура, суставы, в общем, на сердце осложнение. И я из-за этого практически не тренировался. А весь смысл моста не в том, чтобы продолжая тренироваться в легком режиме, по возможности удержать набранное. Ну, естественно, часть ушла. Ну, это ладно, это поправимо. Сейчас все более-менее. Вот я снова буду набирать. Хочу набрать в этот раз 135 или больше. То есть цель максимально набрать массы, как бы, ну, возраст вроде позволяет, еще пару-тройку лет. Потому что вот если вспоминать там Ронни Колмана, который тоже очень много лет выступал, но он реально же на пик вышел за 40 уже. То есть он приезжал, я помню, в Москву. Я с ним общался очень много. Он проводил семинар, 2003 год он был. У Джанин Фитнес я работал тренер, и он пришел туда проводить семинар. Вот, и... Джанин на МКАДе, который? Да, я выступал там, ну, как, я как и тренер, я ему там, что будем делать там. И получилось, что я английский знал один, и люди, которые пришли на этот семинар, ну, в основном, клиенты зал, еще кто-то. Ну, Исноско учился английскому? Нет, я английскому учился, когда мне отец привозил журналы из Штатов. Вот такие, Flex, MuscleMag. Я эти журналы просто пачками переводил, там, пока не прочитаю, я не мог остановиться. Не настолько взахлеб эту информацию, было интересно. Словарем все? Я словарем так и выучил английский. Ну, там, к репетитору ходил, в школе еще было. Ну, как выучил, если я общаюсь на нем регулярно, я нормально. И когда не общаюсь какое-то время, подзабываюсь. Снижается уровень, я тоже чувствую. Потом снова, пару-треку дней поболтал, все, опять нормально. Это у меня не проблема. Ну, как-то так. А так, да, Джанине, да, был семинар, и вот Колман тогда при мне встал на весы. Это вот после Олимпии, неделя как раз турниров была. Как раз я только от выступал по Нарофе, вот, 2003 год. Я уже из юниоров вышел, первый раз по мужикам выступал. И, короче, вот 143, по-моему, был вес на весах. При мне. Может, ты на веса так нажал немножко? Не, не, не. То есть, представь, это, ну, там, водичку слить, 140, реально 140 на сцене, еще с таким качеством. Вот он, это его пик. А как раз, ну, по годам, там, 45, по-моему, 43 на пике у него было, если я не ошибаюсь, конечно. Есть еще, конечно, люди, там, типа Альберт Бекклс, там, тот же Робби Робинсон. Но все равно пик как-то, он обычно до 40, там, до 45, я дальше по-любому спал. Да, Робби Робинсон тоже все время, он нормально, кстати, очень неплох был. Ну, конечно, очень неплохо. Да он и сейчас ничего, ну, просто, конечно, полезно, что он, как бы, ну, тем не менее. На картинках в Москве фитнесом был, пацаны, помнишь? Да, естественно, он вообще красавец. То есть, и с учетом этого, и у меня есть надежда, по крайней мере, еще донабрать, сделать пик по массе формы, ну, и подогнать отстающие. То есть, вот про Олимпию я не договорил, да, там, место по форме объективно. Мне моя форма понравилась, но, то есть, и по сухости относительно хорошо было, по гриму замечательно, по позированию, как бы, я не жаловался никогда. Вот, но, как всегда, у меня немного отставали руки, это у меня пожизненно. Потому что синтол я туда ставить не могу физически. Вы ставили в другие улицы, да? Я было дело ставил туда синтол, был такой период, ну, пробовал, как синтол, там, мешали, там, часть, например, масла, там, допустим, пару кубов, там, какой-нибудь теста, например. И туда полкубика, куб сверху все в одном перемешал. Компот. Лучше заходило, то есть, лучше рассасывалось, и по рукам, и по плечам все заходило. Это был синтезайз третий именно. Потом, период, и выпускают, по-моему, синтезайз четвертый, если я не ошибаюсь. Я по инерции его там где-то в интернете заказал, я даже не посмотрел, третий, четвертый. И выходит так, что, короче, раз, сделал два, шишки огромные, я в другие места, в общем, оказалось, синтезайз вот за этот период стали добавлять туда синтол, который, наоборот, улучшает рассасывание и все мягенько. Парафин, парафин. И в итоге, вот те места, куда я раньше делал, там руки, я теперь туда делать вообще ничего не могу, потому что там маленькие-маленькие шишечки. И попасть туда заново и снова туда, это все. И вырезать-то нормально не можешь, да? Вырезать не могу, потому что это уже в тканях. Конечно, там много, ну, то есть, относительно, да, там в разных... Ты не в Питере покупал случайно? Я заказывал в Москве, где-то именно на сайте на каком-то. У нас уже есть пару таких историй. Я тоже знаю несколько людей с этим, да. И кто кого обвиняет, там в этой истории. Да, как бы то ни было, да, ну, может, я еще более-менее вовремя заметил, потому что именно по самим шишкам, ну, как бы это не видно, они как бы нивелированы. Но при этом я не могу руки за счет этого, как раньше, какой-то период я использовал. Поэтому это раз. Ну, они сами все у меня генетически отстающие, отца у меня в руки и у меня отстают. Делаю все, что могу, тренирую руки по методике вот этого тренера, Патрика Тора, который готовил меня тогда в 19-м. И вот сейчас готовил мистера Олимпи и продолжает готовить в 212. А методика у него очень интересная, называется система тренировок ССТ. Саркоплазм стимулейшн тренинг называется. Вот, это именно ту методику, которую он разработал. Ну, я могу, конечно, частично рассказать, как это все происходит, но это еще часа на два, наверное, будет. Но методика интересная. Кому интересно, опять-таки, в Ютубе я кучу снимал про это, посмотрите, вот, что это такое, вот, за система. Там, ну, как бы, интересно. Вот, и она действительно тяжелая, то есть, в отличие от Яцца, которая мне сейчас нравится тренироваться, потому что тут и выложился, убился, все, там, час, максимум полтора ушел. А вот по этой ССТе надо и три часа взялить, очень тяжелая система. И вот я решил делать отстающие руки, именно по ССТе сейчас. Все остальное по Яцу. Вот так. Вот такая у меня сейчас, такой у меня план. Микс. На ближайшие годы. Борды Гуинские. Да. И вот 135 или больше я набрать постараюсь. Вот как-то так. Так, а что касается второго момента, за 4 месяца, до этого я травмировал ногу, связку крестообразную, еще раз повторюсь, на лестнице, я не мог нормально их нагружать долго. То есть, они у меня практически сдулись полностью. Если остальное я качал, то ноги я не качал из-за травмы. Потом начал постепенно, ну, за 4 месяца набрать нужную массу, еще и высохнуть физически. Можно, но вот если ты не качал ноги, с нуля это сложно. И в итоге выпадали еще и ноги немного. Вот. Относительно, да, относительно других. Потому что рядом там стоит какой-нибудь Макс Чарльз, прям со мной в одном сравнении нас было вызывали. Ну, даже это было не сравнение, просто когда в порядке номеров выходит, допустим, по алфавиту, и Макс Чарльз стоял через человека рядом со мной. Макс Чарльз это чемпион многократный там и про турниров, и на Олимпию много раз, там десятки был. Ну, короче. Вот. И еще там один, не помню фамилию, Клахар, Клахар фамилия. Вот их двое. В итоге Макс Чарльз становится вторым, а вот это Петер Клахар. Ну, короче, тоже два темнокожих спортсмена. Они второй, третий, они прямо вот так ровно-ровно становятся. И оба нога стыну просто. Конечно, на их фоне я стою через одного человека, да, там это было сравнение, там пропорции в основном нас покрутили. У меня есть видео, тоже опять-таки я выкладывал. Вот реально мы стоим там вчетвером, из них двое, это второй, третий, а я тринадцатый. И я на их фоне меньше, конечно, да, вот, особенно ногами, но относительно моих пропорций, ну, более-менее, да. То есть можно было сравнить хотя бы для, ну... Ну, можно дать и было двенадцатое с половиной место. Да нет, Дим, просто, понимаешь, сравнить с остальными, которые стали там не третьим, вторым, да, вот именно вызвать, а которые стали хотя бы девятым, там, седьмым и так далее. Ну, в десятке все-таки. Ну, понимаешь, да. Вовка. Ну, хотя, с другой стороны, вообще ни на что не влияет, это чисто уже мои тараканы, хочется войти в десятку мне, ну, так вот хочется. Ну, ну, неважно, не в этом дело, вот, а дело в том, что за четыре месяца ноги просто не успели, не успели, как бы, набрать нужный объем. Потому что, когда я готовился в девятнадцатом году, и вот Патрик Тор меня готовил, вот, вот тогда ноги были прямо вообще, вот по его системе ССТ, ноги прямо были в девятнадцатом термоядерные. Поэтому тут дело времени, будет время на подготовку и возможность, ноги будут нормальные, с руками тоже, я думаю, все получится. Как-то так. А так, по турнирам, я смотрел календарь на вот этот год, двадцать четвертый, ни одного турнира, мастерс, именно в опен категории, в открытой, куда я их хочу, естественно, мне, набирав там под 140, где-то еще выступать, это несерьезно. Вот, все турниры, мастерс, только в Штатах, как и обычно, только в Штатах. Визу у меня была трижды в Штатах, получал я. Первый раз еще в школе, второй раз, верно, в институте, второй раз я уже получал ее, когда вот ездил, я в итоге не съездил, получил на два года, и так получилось, что по финансам мне не получилось съездить, она так просрочилась. Третий раз я получал, опять-таки, заново, потому что, если получаешь, а у тебя не закончилось вовремя, то пониэкспресс, раньше так было, и тебя на автомате продлевают. То есть, не надо даже в посольство ходить, все, просто проплачешь, тебя продлевают. В общем, пошел по третьему разу, с большим трудом получил, на три года уже получилось. Все, и так получается, я думаю, все, в этот раз я точно ее вовремя продлю до истечения, и это совпадает как раз с карантином чертовым. Естественно, на карантине уже не до виз, и вообще не факт. Ковид, ты слышишь нас? Да, ужас. Ну, представляешь, и вот опять вот это вот, как назло, она заканчивается, а потом после ковида все начинает заниматься, то, сюда, я вспоминаю про визу, я понимаю, что я опять прозевал. Ну, и самое сложное, чтобы с тех пор-то раньше получали всегда в Москве, ну, не всегда, по крайней мере, три визы есть, получить четвертую, вероятность высокая. Ну, я туда ездил, ну, ну, теперь надо куда-то вот ехать. Я, кстати, даже не разговаривал, хочу с Андреем поговорить, с Мельниковым эту тему, где он получал, потому что, честно говоря, даже не представляю, куда-то вот это, как это все происходит. Буду морочиться. Ух, да, но все-таки Европа ближе здесь, да? Ближе, но, ты знаешь, Дим, мне как-то вот все равно почему-то, вот как бы то ни было, по деньгам, мне кажется, только же и получилось, что в Штатах, что здесь. В Штатах я, правда, один летал, вообще один, первое в жизни, кстати, один, вот, а так я там три раза был, вот, ну, не знаю, более-менее, я вхочу в Штаты, то есть мне интересно выступить и выиграть в Штатах, вот все. Моя цель – это выиграть про турнир в Штатах. Как бы то ни было, мастера мастерами, если форма хорошая, то почему бы не выйти одновременно где-нибудь еще и по молодым, как говорится. Почему бы и нет сравниться? Ну, нет, так нет. И на нет, и туда нет, и сюда нет. Уфкин, это столько лет в теме. Часто мы нашим гостям задаем такой вопрос. Прогнозы по развитию бодибилдинга, то спад, то легкий подъем, то опять, вообще, твой прогноз. Ну, если ты имеешь в виду соревновательный бодибилдинг, то, ну, к сожалению, по мне это спад, ну, даже вот там, вот, про федерацию, вот то, что ФББ я много лет посвятил. И это тоже можно вопрос, тоже. Да, да, да. Сейчас разлад идет такой. Да, да. Лебедь, рак и щука. Да, ну, я по себе могу судить. Да, во-первых, я долго судил в ФББ, я 15 или 16 лет судил в чемпионате Москвы. То есть, с 2005 года, вот как я на мире выступил, я с 2005 года начал активно судить соревнования, именно Москву, область, и Россию судил два или три раза. Вот, то есть, мне нравилось судить, конечно, с одной стороны, это особо-то и не оплачивается, с другой стороны, ну, как-то вот я судья и так далее. То есть, ну, дважды мне платили на Россию, только на Россию, на всем остальном. Ну, и, как бы, соответственно, в NBC, вот, я был, дело один раз посудил, увидите. Я, правда, судил только категорию поузинг, вот. Но тогда нам там оплатили, ну, как бы, и все, а так, да. Ну, это раз. Второй момент, ну, вот, как спортсмены, да, я же сам выступающийся, да, как бы, вот, судьи там, засудили, ля-ля-ля. Я понимаю прекрасно даже, что, как бы, будучи там реально там третьим, например, человек все равно, как бы, считает себя первым и будет ругать всех судей, даже если он станет вторым, а не первым. Это второй момент. Ну, зачем мне вот этот грех на душу брать? Поэтому я, отсудив там 15-16 лет, вот, и еще на этом фоне как раз пошел раздел, когда АФБ любительское, все, разошлись, с пролигой поссорились, а я-то, как выступающий АФБПРО, уже по правилам не могу судить стороннюю федерацию враждебную. Вот это враждебную, да, ну, это как раз вот тогда и произошло. И я перестал судить тогда, перестал судить АФББ, вот. Вот, ну, и примерно так же с другими, то есть, как бы, НБС и НПС, они, ну, уж точно, как бы, более-менее, вот. Ну, уж точно не, как бы, не анти. Но все равно по правилам про лиги я читал там в договоре, что нельзя любые сторонние федерации судить, вот, если ты выступаешь как про. Ну, поэтому не берусь. А так, что касается уровня бодибилдинга, да, в целом, ну, не то, что, как бы, вот, прям совсем все плохо. Иногда там всплески, падения какие-то, выстреливают отдельные там личности, вот, не буду конкретно говорить. Но мне они нравятся, важный момент. Допустим, когда 90-е годы были, бодибилдинг, да, уделяли внимание позированию, позирование оценивалось. Это было красиво. Я навсегда равнялся на позирование. Леврон, Флексвиллер, Ли Лабрадо, Леприст и так далее. Масса хороших людей, кто действительно хорошо позировали. Вот, ну, это вот я перечислил тех, на кого я равнялся именно и сам, как бы, позировал что-то среднее, где-то позу какую-то у одного, у другого, у третьего, ну, и так далее. Больше всего, конечно, Леврон и Флексвиллер мне, вот, прям, это два моих кумира во всех проявлениях. Вот, сейчас, обратите внимание, как бы, вроде бы некоторые позировать стали намного хуже. Вот, просто, вот, намного. Я не знаю, почему, наверное, потому, что просто перестали оценивать позирование. Ну, не оценивают его, все. Это уже давно достаточно, не оценивают. Может быть, еще такой момент, что как-то, вот, я на те годы ориентировался, а молодое поколение ориентируется на, там, того же Катлера, который так себе позировал, откровенно. Ну, и вот, чем дальше, тем хуже. Вот, для меня это, прям, ну, вот, самый главный минус, к сожалению, вырождение позирования в бодибилзе. То, что рубрика, она в свободном позировании, знаешь, как говорится, хочешь минутку свободного позирования, покажи. Я смотрел, я все взял, я там смотрел. В основном, ребята, как бы, душа не консатива, их же, пожалуй, покажи нам, как бы, вот, покажи нам. Как бы, и Новый год, все-таки, майонезики и все такое, то есть, по набору, по, как бы, ну, в общем, 121 килограмм, вот, на данный момент, 6 недель моста. То есть, вот, после моста, только 2-3 дня я начал более-менее, и не тренировался я достаточно давно. Так. Ты трещуешь по швам, слышишь? Да. Годы берут свое. Да, радость. Как только в мастерс перешел, сразу же сотричал чувачок. Не, хорош гусь, нет, такой у тебя перспективный уориантик в наборе. Я делаю, кстати, кардио каждый день, вот сейчас, то есть, кардио делаю ежедневно, независимо от того, тренируюсь я или нет. Делаю его исключительно на голодный желудок, вот, и исключительно по улице, пофигу, снег, дождь, лед. Купил он валенки себе, вон стоят на батарее и сушатся. Так это же не валенки, это какой-то... Ну, на самом деле, вот, я-то думал, русские такие-то. Значит, на самом деле, я купил вот эти вот чудо-носочки, которые... В метро? Типа бабушка, ну, почти, это у таджиков там вот, типа, магазин низких цен. Там из-за джинска бабушка. Вот, и вот это вот, вот эти, типа валенки на липучке, ну, типа валенки. Вот, смысл такой, 900 рублей. Каждый? Сумма. С носками, ну, носки и 900. Короче, вообще не скользко. Хожу по улице, на голодный желудок, ежедневно, по 30-40 минут. Ну, вот, ходишь, не бегаешь. Очень быстрый шаг. Раньше бег трусой был, но я на наборе... Бабушу догоняешь или нет? Я на наборе массы, вот, и мне пульс, именно для того, чтобы и набирать, продолжать, да, ну, и при этом... Ты просто перечишь и держишь его, да, определенно? Чтобы сердечко, да, пульс у меня 110. Я вот при быстром шаге как раз... В этой зоне держишь. Да, да. На наборе, в смысле, на сушке, да, я немножко ускоряюсь. 120, 120 пульс. И, ну, по возрасту, Дим, там за 40 лет уже 130 перебор. Вот. И второй момент я подключил перед соревнованием второе кардио-вечернее. Стал на велике гонять, как раз было тепло. Я вот приходил с работы, и там в 12 час ночи хреначил на велике, потом еще позировал полчаса. И вот такая была подготовка. С великом? Почти 4 месяца. С великом позировал, но... Можешь рекламу. Если только для белок, для белок и ежиков в лесу я ехал и вакуум делал. Вот это было так вот. Вакуум делаешь? Да, я причем делаю вакуум именно когда, именно когда позирую и когда делаю кардио. То есть я отдельно вакуум... Записывайте, записывайте, вам пригодится. Вакуум, да, к сожалению, отдельно делать мне не хватает ни времени, ни сил, ни... Ну, лень мешает иногда. А вот во время кардио ты же все равно идешь там или кручешь педали. Все равно время там 30-40 минут. Взял и держался. Периодически втягиваешь и держишь. Вот это моя методика. Я как бы людей тренирую, всем это советую. Очень работает хорошо. То есть время не теряешь, ну и кардио... Просто естественно, это сложно постоянно держать, да? Ты когда кардио делаешь, ты еще дышать должен, а во время вакуума попробуй подыши. Поэтому моя методика такая. Я вот иду быстрым шагом, или там бег, 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 велосипед. Ну, грубо говоря, там минуты 3-5 я втягиваю, потом забываю. На обратном пути опять втягиваю. Ну и все, вот и все. И позирование. Понятно, что в позировании вакуум надо стараться все время держать. Между позами, особенно в поворотах. Потому что это вот с годами особенно начинает выползать. Вываливаться. Да, да, да. И плюс современные вот эти вот товарищи, которые не следят за позированием и много кушают. То есть даже тот же Ник Уокер, который вроде бы ничего, и талия у него даже лучше становится, все равно между позами видно, что вываливается. Тупо потому, что человек загрузился углеводами. А есть же куда-то надо. Это как Олег Макшан в свое время говорил, понравилась фраза. А он же так всегда как бы такой, ну, наедал хорошо в межсезонье. И на сцене тоже. Ну, как бы втягивал, но тем не менее. Он говорит, а большая, мощная машина по-любому должна иметь большой вместительный бензобак. Ну, как-то так. Так оно и есть. А выхлоп какой ширины должен быть? Да, это уже история умалчивает. Ребята, на одном дыхании с Вовкой. Вот всегда так, всегда по приколу вроде хихихай. Раз уже и часа полтора или сколько-нибудь там пролетело. Вовкин, спасибо тебе большое, что почтил вниманием «Железный мир». Не забыл, братец. Приходи еще. Желаю тебе побед. Не останавливаться. Спасибо, Дим. У тебя все получается, еще получится. Спасибо, Дим. Буду стараться. Спасибо, что пригласили. Красавчик. Друзья, минутку вашего внимания. Музыкальная пауза. Мы открываем первый в мире спортивный маркетплейс. Называется он sportmarket.info. Первый маркетплейс в мире, который будет заниматься исключительными товарами для спорта. Начиная от тренажеров. Вообще, все, что касается слова «спорт» будет на нашем маркетплейсе. Милости просим. Приходите, регистрируйтесь, продавайте, зарабатывайте, становитесь миллионерами, как мы. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза.